за время нашей работы мы объездили наверное уже сотни хозяйств и каждый раз не пристаем удивляться насколько вы все разные причем где бы мы не появлялись все нам говорят почему приехали именно в наше предприятие у нас все скромно и вот посмотрите как сосед живет и вы даже не понимаете насколько каждый из вас интересен последнее интервью мы брали на выставке в слабинске это очень крупная выставка и попробовали сравнить а как же живут наши фермеры по сравнению с западными или американскими бразильскими в плане объединения ведь все мы знаем что там все совершенно по-другому допустим фермер берет 50 коров и занимается только молоком то есть он их только доит а сосед выращивает корм и совершенно другая организация занимается сбытом молока мы все знаем допустим такой пример как валева очень интересный оператив где хозяйства расположены по всей западной даже части восточной европы и все выходит под одним брендом так что же интересного мы можем почерпнуть запада ведь у нас очень много холдингов очень много мелких крестьянских фермерских хозяйств и тем не менее зачастую приезжаем кооперативы что у них интересного это несколько фермеров которые начали заниматься производством в основном конечно это молочное животноводство и так на выставке я задаю всем один и тот же вопрос что для вас интереснее подчиниться холдингом то есть продать свои земли или оставаться небольшим предприятием и работать только на себя или кооперативах будущее знаете это двуяко и полный вроде бы нормально все так а бывает кооперируются люди допустим 24 семья как как у нас получается очень неплохо и хорошо так же как и полный друг другу помогает выращивает очень хороший урожай не хуже чем большие предприятия допустим у нас ресурс мы не хуже получаем урожай крупное хозяйство большое у нас у нас у ребят которые рядом с нами и по 500 по 600 по 400 и так мы копируемся точно так же помогаем друг другу у нас как говорится трудности больших в этом нет и не обращаемся к большим предприятиям за помощь всего хватает у меня небольшие площади но я прекрасно понимаю что за кооперативами будущее нам необходимо группироваться и совместно мы можем решить значительно более глобальные задачи знаете как я считаю корочка по зернышку клюет должно быть разнообразие потому что имеет место быть и личные подсобные хозяйства где дедушка с бабушкой выращивают урожай и продают его на рынке необходимы и холдинги для решения каких-то больших задач и нам необходимо объединяться в кооперативы а почему так считаете ну мелкими не выгодно сейчас получается мне кажется что это не будет работать каждый будет тянуть одеяло на себя по кооперативами будущее ну я считаю что по нынешней сложившейся обстановке все сводится к тому что сверху все придем все либо кооперативом крупненным либо холдингом а мелкие люди которые там сейчас работающие самые себя скорее всего уйдут потому что все идет к тому что только либо масса либо я щелями либо там и коробка все идет к этому многое можно выжить а мелкими и просто либо задают налогами либо там какими-нибудь другими возможными методом а кооперативы это наше все все уже давно проверено они прекрасно работают и за ними будущее итак мы прослушали несколько ответов что думаете вы по этому поводу мы ждем ваших комментариев спасибо спасибо